И теперь по порядку. В Среднеахтубинском районе началось строительство первой в Волгоградской области семейной молочной фермы. Сегодня состоялась закладка камня в фундамент будущего комплекса. Планируется, что всего в регионе будет возведено 11 подобных ферм, кроме Среднеахтубы, также в Быковском, Михайловском, Новониколаевском, Урюпинском районах. Репортаж Людмила Кухаревой. Деньги на строительство есть, корма уже заготовлены, закуплены и 24 коровы галштинской породы. Это настоящие рекордсмены по производству молока, в среднем по 60 литров в день. И это не предел, объясняет владелец будущей фермы Александр Соловьев. Его хозяйство одно из крупнейших в Среднеахтубинском районе занимается овощеводством. А теперь исполнилась еще одна давняя мечта предпринимателя. Впрочем, не обошлось и без экономической подоплеки. В прошлом году политика правительства нашего чуть-чуть повернулась к нам лицом. И запретили элементарно ввоз сухого молока китайского. У нас сразу закупочные цены у молокозаводов поднялись в несколько раз. В данный момент 12 рублей они закупают молоко. И вот я решил войти в эту программу по строительству семейной молочной фермы. Хозяева и гости закладывают символический камень в фундамент первой семейной фермы Волгоградской области. В ближайшее время в регионе запланировано строительство еще 10 подобных комплексов. Программа поддержки животноводства, инициированная губернатором, предусматривает мощную финансовую помощь сельхозпроизводителям. Она касается компенсации части затрат на строительство фермы, организации инженерной инфраструктуры, приобретения поголовья молочного стада. В бюджете предусматриваются субсидии компенсации затрат в объеме от 20 до 25 процентов по крупным молочным комплексам. А по семейным молочным комплексам эта сумма будет составлять более 40 процентов. К участию в проекте подключились 7 районов области. В Среднеохтубинском, более известном как Всероссийский огород, отличная кормовая площадка, уверены эксперты. Здесь выращивают и овощи, и зерновые культуры. Хотя хозяйство Александра Соловьева пока второе в районе, которое будет заниматься животноводством на промышленной основе. Сегодня есть прекрасная возможность сочетать нашу степную часть, выращивать кормовую базу и выращивать тех самых коров, которые могут давать молоко и мясо. Это наши мечты, это наши перспективы. Мы надеемся в этом направлении работать и развивать в дальнейшем степную часть района. Новый животноводческий комплекс будет готов к середине сентября. Так что зиму буренки встретят в комфортных условиях, заверяет глава хозяйства. В его планах в будущем построить уже крупную молочную ферму. Тем более, что в семье Александра Соловьева охотно поддерживают все его начинания. На земле трудятся жена, старший сын и невестка. Младший Павел еще школьник, но по примеру взрослых уже твердо решил посвятить себя сельскому хозяйству. Людмила Кухарева, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба» из Средне-Ахтубинского района.